Здравствуйте, Арсений Селезнил-Зиробой, 2 сентября 2020 года. Поздравляю с праздником, кто верует в этот день. Значит хочу рассказать немножко и заодно поработать уже конечно поздновато, но хоть что-то сделать с живым домом. Так я назвал этот проект, там оказывается на ютубе канал называется живой дом, но живой дом это есть что ни на есть растение прежде всего. Я очень долго решал, поступил я правильно или нет, сомневался. Сейчас у меня дом вырос, ну скажем так, два с половиной человеческих роста. Эти орехи садились одновременно с орехом, который растет под сливой, сейчас я его покажу так издалека. Он чуть-чуть выше, вот его верхняя часть, чуть-чуть выше ворот, зеленого такого цвета, а эти где-то на 2 метра выше. Уже сегодня я заплел вот такие ветки, вот такие ветки позаплетал. Я долго думал над тем как, как что я буду делать. Значит это будет во-первых основание, колонны. Здесь 20 чем-то отдельных деревьев, посаженных по кругу, максимально приближенных к кругу. Значит там где было, где были маленькие растения, я посадил их близко. Где были крупные вот растения, вот я их посадил чуть шире. Ну так получилось просто, что какие-то были маленькие, какие-то крупные. Но все они были очень маленькие по сравнению с теми, которые я посадил в урочище сад. Такой толщины нет ни у какого дерева, только здесь. Здесь тоже росла слива, где-то вот там, где-то вот там на склоне росла слива и она закрыла, два года подряд закрывала от морозов. Так что орехи желательно, если у вас молодой сад, старайтесь прикрывать весной от морозов, от приморозков так скажем. Чтобы они чувствовали себя комфортно. Значит эти деревья некоторые уже начали плодоносить. Я так понял, что орехи плодоносят именно от высоты, а не от возраста. Как многие считают, там должно пройти сколько-то времени. Нет, должна пройти высота. И только после этой высоты... Сейчас я, наверное, зайду в середину. Ага, вот ветка. Вот ветка, вот такие маленькие сейчас плоды. Сейчас попробую наклонить, а все равно надо наклонять так же. Вот такие вот плоды. Ну, скажем так, от материнского дерева... Ну вот, вот этот в два раза меньше, скажем так, чем тот, что был у материнского дерева. Материнское дерево погибло. Оно упало после сильнейшего порыва ветра. Был очень сильный порыв ветра. Без бури. И там в ту сторону был тонкий корень, и он отломился. В общем дерево погибло. Его пришлось спиливать. Так что... Эти я не прививал. Вот как было растение, так я его и посадил. То есть орешки как были, вот так я их... Они были в школке. Где-то школка вот... Где-то вот тут, по-моему, находилась школка. Да, вот тут за вот этой вишней находилась школка. Здесь было посажено штук 50 или даже 60. Почти все проросли. Удивительно, конечно, что они проросли. И вот теперь имеем такие растения. Я хотел их отдать в хорошие руки. В том году сделал объявление. Ну, никто не... Так люди смотрели, но не хотели приехать и забрать. Пришлось выкапывать. Выкапывал я максимально глубокие корни. Максимально сколько мог выкапать. И тут же выкапывал траншею такую по кругу. Очень глубокую тоже. Максимально глубокую. Чтобы все корни туда уложить. Где-то выкапывал корни больше метра на глубину. Это очень тяжело в нашей почве. Она хоть и такая песчанистая якобы. Но на самом деле она довольно плотная внизу. Там такая супесь, я ее называю. Не могу точно сказать, какое правильное название. Ну, скажем так, супесь условная. Я долго размышлял над тем вопросом, что такое. Ну, вот как строить живой дом. Что с ним делать и так далее. Всякие разные организационные моменты. И считаю, что... Только идти сюда. И считаю, что в принципе можно использовать орехи, павловнию, вербу или иву. Какие еще называют. Вот тут у меня вход должен был быть. Тут где-то... Ну, наверное, вот такая будет высота. Так, это значит в обратную сторону за плиту. Можно даже из бамбука делать. Ну, это все зависит от выбора. Скорее всего это будет беседка такая небольшая. Может быть что-то вроде шалаша. И я думаю, что больше как беседка. Потому что здесь, ну так скажем, я бы не стал жить в таком помещении. У меня есть дом более благоустроенный. Ну, а для любителей, для тех, кто действительно хочет жить в таком помещении, я придумал следующий вариант. Значит, нужно обязательно поставить палатку, если вы хотите жить в таком помещении, в таком доме и так далее. Палатка подбирается индивидуально. Большая она будет, маленькая или еще какая-то. Желательно, чтобы она была круглая. Можно прямоугольную, квадратную, треугольную. Такой будет и дом. Затем по периметру этой палатки приблизительно можно отступить где-то, ну допустим, полметра. Я считаю, что где-то такое расстояние было бы как раз оптимальным. И потом прокопать траншею и в эту траншею высадить ваши растения. Рассчитайте, сколько вам необходимо будет растений сразу. Значит, все орехи принялись. Ну, вот видите, одно тонкое получилось. Вообще несчастное какое-то. А вот эти, ну просто гигантские. Вот особенно, наверное, самое крупное. Таким образом, палатка будет являться жильем, пока растет дом. Пока будет подыматься. О, сломалась. Сухая, наверное, да? Сухая полностью. Не видно из-за сливы. Пока растет дом, можно будет в нем жить. Следующий этап, это формирование уже стен. Стены я формирую с помощью боковых ветвей. Я их собирался обрезать. Ну, до какого-то размера. Но потом решил, что в принципе, какой смысл их обрезать, если их можно заплести в виде забора. Как плетение сделать. Ну, вот как корзины плетут или заборы плетут. И таким образом получить горизонтальные связи. Эти горизонтальные связи, вот тут надо будет подпереть палкой. Подпереть палкой, чтобы оно сюда больше наклонялось. Вообще, и то тоже мелкое, тоже надо будет подпереть, чтобы оно туда подходило в сторону. За несколько лет оно встанет на свое место. Затем эти связи между собой. Если они вот как здесь далеко, в принципе, можно даже связать. Привязать дерево. А вот оно наклонилось. Немножко. Делать их можно горизонтально. Максимально горизонтально. И они будут пускать вертикальные ветки. Затем их опять переплетать, опять переплетать и опять переплетать. Значит, основной посыл у меня такой. Растет это дерево. Эти деревья растут до высоты где-то приблизительно 3 метра. И затем я их наклоняю. Ну, я думаю, что наклонять, скорее всего, придется в следующем году. У меня все было готово в этом году, но просто не хватило времени и сил, чтобы сформировать купол. Я считаю, что должен быть купол. Поэтому рекомендую палатки такого круглого типа с купольным профилем, так скажем. Затем все ветки, все центральные стволы сводим к середине и они просто продолжают идти дальше. Вот они купол заходят и идут дальше. Вот таким же углом приблизительно. Или даже вообще горизонтально, если получается горизонтально, сделать их горизонтально максимально. Можно даже чуть ниже. И потом они опять, таким образом они вот так проходят. И когда доходят до уровня корней отвесных, то уже можно будет поднимать вверх. Или поднимать под углом, если не получается. А потом постепенно переводить их вверх. Такой в виде, сделать их в виде чаши, кубка. Или рюмки. Я считаю, что вот эти ветви, которые касаются стволов, если они будут живыми, конечно же, не такими сухими, как это. Они постепенно будут врастать между собой. Может быть их следовало связать. Я пока этим не занимался. Интересно, когда выбирать время вот этого переплетения. Я считаю, что вот оптимально это конец августа, начало сентября в горячую пору времени. Вот как раз вот сейчас. Я думал это делать раньше, но раньше у меня просто не получалось физически. Так, это тоже сухое, нет смысла. Это можно загнуть. Просто не было времени физически и я все время как-то упускал этот момент. Почему в горячее время я считаю, что нужно делать, ну, по крайней мере, выше нуля, чтобы было. А еще лучше, чтобы было жарко. Еще чуть-чуть, где-то часа два назад было довольно жарко, солнце светило. Сюда уже солнце заходит. Тут просто пекло невероятно. В сторону пошли расти. Это от того, что тут недостаток солнца. Вот такое искривление пошло. Хорошая ветка в середину направилась. Почему именно вот в это время ветки от горячего, значит, они лучше гнутся? Ну, я так считаю лично. По крайней мере, лучше, чем ниже нуля температура. И, во-вторых, сейчас уже сформировались почки и листья, которые, если будут обрываться, вот они, если будут обрываться, то уже будет несущественно. Вот, например, вот уже желтые листья. Так. Значит, я видел много деревьев, которые растут близко. Пять верб. Здесь девять сосен было в ряду. Часть их выпилили в прошлом году, по-моему, или в этом году. В прошлом. Все они чувствовали себя довольно хорошо. Здесь 23 приблизительно или 20. Я уже не помню, сколько. В общем, достаточное количество. И, ну, я не думаю, что они подерутся между собой. Корни, конечно же, будут разными. А вот... Так, сейчас зайду в середину. Давно здесь не был, кстати. В середине здесь у меня насыпан был горм. Возвышенность такая. Высота была больше метра. Я всю землю сбрасывал сюда. Вначале. Чернозем. Вот этот самый чернозем, который был. Я его сбрасывал сюда. А когда уже куча была, ну, просто невозможно. Неможливо. Когда уже стало совсем невозможно, не в тему, я уже стал ложить с той стороны. Поэтому часть земли осталась здесь. Это я сделал для того, чтобы с этой высоты... Вот, кстати, такие вот плоды. Да, видно. Уже пошли с второго или третьего дерева по размеру. Это не самого крупного. Это вот этого. А с того туда пошли плоды. Тишая первая показывала. На верхних ветках, не знаю, не видно. Пока не видно. Потом посмотрим. Я уже не надеялся. А вот еще. Довольно-таки интересный. Пузатенький такой получился. Пузатенький такой. Я уже не надеялся на то, что вырастут. Это были самые плохие деревья. Ну, самые мелкие. Самые-самые мелкие я вынес в лес. Там посадил. Еще в этом году не проверял. А в прошлом году он рос вполне нормально. Сейчас у нас очень сухо, поэтому все так спорно, можно сказать. Так, надо аккуратно, что значит. Не отломить плод. Так, ну что, в принципе, это довольно легко было заплести ветки. Да, довольно легко. Что-то позаплетал. Я думал, что им будет не хватать освещения. Там еще что-то такое. Они позасыхают некоторые. Ага, вот еще мелкие тоже есть. Совсем мелкие. Но, как оказалось, вполне-таки работоспособный этот вариант посадки. Значит, это все было посажено в 2014 году. Сюда было посажено. И в 2013 году была высажена школка. Так что, если у вас есть какие-то деревья и вам просто некуда их деть, так скажем, множество деревьев, определенное количество, которое, ну вот отдать их просто невозможно. Можете попробовать посадить такое сооружение, здание-сооружение. Что-то непонятно получается. Эти переплелись сами. Хорошо. А с этим непонятно. Наверное, надо будет аркой согнуть. Арку с него сделать. Сгибать орех рекомендую в несколько этапов. Это очень будет. Он тогда не лопнет. Грецкий орех. И...